Расскажите, опять же, как вам понравился этот праздник и как вы болеете за Сашу Овечкина всем под Москвой? Ко мне вопрос. Ну да. Ну, конечно же, Александр Овечкин, он хоть и играл за Москву, и играл за воспитанник. Школы для всех ребят, которые играют в хоккей, Московская область, свыше 10 тысяч человек. Пример Александра служит самому основным. Человек очень авторитетный, и наша школа, специализированная детская и юношеская по хоккею, заходишь в раздевалку, висит портрет Александра Овечкина. В этом нет ничего такого предусудительного, поэтому у нас Россия одна, и он чемпион мира, трехкратный олимпионик, мне уравняются многие наши молодые ребята, воспитанники. Сегодня большое ему спасибо передавали дети, воспитанники школы-интерната, преподобного Сергия Радонежского, которому преподнес 70 комплектов полной экипировки для занятий хоккеем. Это большой подарок им. Александр неравнодушный человек, мы это знаем, он и на территории Москвы, и Московской области, и других субъектов такие мероприятия проводит часто. Очень важно знать, что люди, которые добились, вышли, получили все награды и заслуги, играют на самом высоком уровне, не забывают о своих истоках, и помнят свой возраст, с которого они также когда-то начинали, малышами бегали без всяких регалий и заслуг. Хотя была мама, очень знаменитая, дважды олимпийской чемпионной. Еще недавно Саша Овечкин играл в КХ во время локаута. Многие болельщики спрашивают про команды Подмосковью, Витязь, Атлант, что с ними будет. С одной стороны, есть детский спорт, и надо развивать однозначно. Саша этим активно занимается. С другой, насколько важен профессиональный спорт для Московской области? Это очень важный этап, это пик подготовки спортсменов, высшего спортивного мастерства. Если мы не имеем профессиональной команды, то те воспитанники наших спортшкол не могут себя реализовать на территории Московской области и уходят в другие субъекты Российской Федерации, что я считаю достаточно неправильно. Но вместе с этим профессиональный спорт – это все-таки по финансированию прерогатива частного капитала инвесторов. Здесь все зависит от того менеджмента, который в этих школах управляет этими процессами. Но вместе с этим хочется сказать, что есть, конечно, виды спорта, которые никогда не смогут привлечь достаточно большое количество денег, им необходимо помогать. Такие, как «Экиной траве», «Софт-гоу», «Модная пора», то, что неинтересно для инвесторов, на данном этапе, этим командам, конечно, будет предоставлять. Годные условия по аренде спортивных сооружений, наши спортсмены будут за них заиграны, законтрактованы, и эта практика в Московской области существует. Что касается «Атланта», то у него есть основной акционер, это Антон Зенгаревич, и все обязательства, которые у него есть перед клубом, это, конечно же, предмет отдельного разбирательства от менеджмента клуба и непосредственно основного акционера. Но могу сказать, что сейчас та ситуация, которую правительство Московской области вместе с менеджментом клуба проговорили, она дает свои плоды и результаты. Ушли иностранные регионеры, хотя в хоккей, наверное, это перебор, когда привлекаются наши команды, иностранцы, это наш базовый вид спорта, это наше исконное русское достояние. И мы всех ребят, которые представляли другие страны из команды, кроме двух, если я не ошибаюсь, отчисли, но они были контракты переданы другим клубам. И сейчас, вы видите, команда показывает молодым ребятам совершенно иной результат на грани выхода в плей-офф, такого, когда играли наши другие заслуженные тоже чехи, шведы, такого не было. И поэтому, если получится, то на следующий год мы, конечно же, подыщем, будем искать альтернативную инвестора. Все обязательства перед клубом Московской области выполнены, мы им зал предоставляем тоже с скидкой. Все наши лучшие игроки наших специализированных спортивных школ законтрактовываются за эту команду. Мы помогаем в силу своих возможностей. Но вместе с этим, конечно, хоккей является прибыльным делом спорта, и здесь не так сложно найти инвесторов. Поэтому дело менеджмента, грамотный менеджмент, который должен настраивать свою политику таким образом, чтобы приходили инвестиции. Но по поводу «Витязь» у вас нет беспокойства? По поводу «Витязь» беспокойства нет, у них все нормально, грамотный менеджмент, и команда будет играть в хоккей в следующем году. А последний вопрос по поводу размаха детского хоккея в Подмосковье. И будет ли Новая Овечкина в Подмосковье? Вы знаете, у нас в Подмосковье, наверное, один из лидеров на территории России, где развит детский хоккей. Это крупные школы и в Мытище, Балашихе, Воденцово, Чехов, Подольск, Ступино, Воскресенск, Электросталь, Дмитров. География просто огромная, у нас занимается хоккеем в достаточно профессиональном уровне, свыше 10 тысяч человек. И, конечно же, молодых ребят, талантливых, которые сейчас уже играют за молодежную сборную, большое количество. Спасибо вам большое. Хорошо будут, Овечкин. Буду. Ждем. Спасибо.